Добрый день, уважаемые саровчане! Сегодня 9 июля, четверг, и мы с вами за последние 4 дня, пока не встречались, анализируем, что же изменилось и какова ситуация на сегодняшний день. На сегодняшний день нарастающим итогом 651 человек заболел, инфицирован, и это плюс 43 человека за четверо суток. По суткам это может быть чуть меньше, чуть больше, но в среднем я повторяю, что где-то в районе 15 человек в сутки мы все равно держимся. То есть от этого плата, на который мы вышли, мы пока никуда не делись, к сожалению, пока на нем и держимся. При этом выздоровевших у нас уже 359 человек, и это плюс 62 человека за четверо суток. И мы видим, что выздоравливающих уже даже становится больше, чем заболевающих за определенный период. Это очень нас радует. И эти выздоровевшие люди составляют нашу надежду, что и остальные будут также проходить благополучно лечение. Как правило, выздоровление полное у этих людей. Достаточно долго тянутся остаточные симптомы у тех, кто переносил заболевание в средней степени тяжести, ну и, конечно, тяжелый. После пневмонии, перенесенной ковидной, достаточно долго остаются явления, связанные с тем, что нарушается ткань сама легких. И очень долго потом еще они будут наблюдаться у врача, даже несмотря на то, что многие из них уже вышли на работу, считают себя абсолютно здоровыми. И я думаю, что и врачи однозначно, и мы тоже советуем таким людям все-таки быть внимательными, беречься дальше и считать, что какое-то количество времени они должны беречь себя от многих других простудных заболеваний. Конечно, курильщикам я советую в этот период постараться, если они смогут бросить курить, потому что оно неблагополучно тоже действует на легкие. И любые процедуры оздоравливающие тоже в этот период будут замечательны. Те, кто переносил заболевание в легкой форме, они практически очень легко из этой ситуации выходят. Сейчас уже начинают говорить о том, что могут заболевать люди повторно уже выздоровевшие. Я не совсем с этим согласна. Мы пока вот на наших примерах, на Саровских, наблюдаем скорее волновое течение заболевания. То есть когда человек уже вроде как выздоровел, вроде как ему становится уже лучше, и вдруг начинается вторая волна. Опять уже иногда через месяц, иногда только через полтора даже, представляете? То есть когда человек уже вообще считает, что он здоров. У него снова поднимается температура, он снова начинает выделять много вирусов, он снова начинает уходить со своими такими вот симптомами, иногда даже до средней степени тяжести. Вот такое течение заболевания, оно характерно для очень многих инфекций. Это тут не новое что-то вообще в патологии инфекционной. Мы это видим и при парагриппе, мы это видим при многих вирусных заболеваниях. Поэтому вот еще раз скажу, что для тех, кто выздоравливает, если мы выздоровели, это не значит, что завтра можно идти купаться, гулять, есть мороженое, не соблюдать никаких совершенно профилактики и считать, что вот мы уже прям прочно-прочно здоровы. Что, собственно, ровно так же относится и ко всем другим инфекционным заболеваниям вирусной природы. Это про выздоровевших. Ну и разница между больными и выздоровевшими, мы видим, что она пока сохраняется. Вот это количество около 300 человек пляшущих, чуть больше, чуть меньше. Это постоянно у нас сейчас такое число активно болеющих людей. То есть тот, кто сейчас именно находится в фазе заболевания. Из них, из этих 300 человек, на сегодняшний день госпитализировано 48 человек. 43 из них в нашей городской больнице в инфекционном отделении. И из них 22 переносят заболевания в средней степени тяжести. И пятеро еще в Нижнем Новгороде, в Приложском окружном медицинском центре. Там один тяжелый и четыре средне тяжелых. Мы уже с вами говорили, что спрашивают, а как там чувствуют себя тяжелые? Тяжелые – это все время разные. У нас самый первый тяжелый, я, по-моему, про него рассказывала. Очень такой был мужчина, не хотел до самого последнего лечиться и обращаться к врачу. И когда обратился, был уже настолько тяжелый, что его прямо еле-еле успели только до помца довезти. Но, тем не менее, он у нас не просто пошел на поправку, он уже выздоровел. И он в настоящий момент не нуждается в госпитальной помощи, вообще в лечении на данный момент не нуждается. Но были и другие тяжелые, они тоже улучшались. Но на сегодняшний день у нас очень печальная новость. У нас один наш саровчанин в Приложском окружном медицинском центре вчера умер. И это непосредственная смерть во время лечения от COVID-19. У него, конечно, весь был стандартный набор. И возраст 65 лет, и сопутствующие заболевания. Все это, конечно, было. Но, тем не менее, была и большая надежда, что он выкарабкается. И даже уже было некоторое улучшение. Уже была надежда у медиков и у родственников, что все пошло на поправку. Но потом опять резкое ухудшение и очень быстро смерть. Вот эта смерть нас еще раз настораживает с вами в плане того, чтобы мы не очень беспечно относились к этому заболеванию. Чтобы мы помнили о наших лицах пожилых, чтобы мы помнили о наших ослабленных людях вокруг. Потому что, видите, как им лечение дается не очень легко. Сегодня будет, может быть, уже проведено вскрытие, еще пока не знаю, в условиях инфекционной больницы Нижнего Новгорода. Будет точно и поставлена причина непосредственной смерти. Но в любом случае это смерть при лечении уже COVID-19. И думаю, что затем захоронение будет происходить у нас в городе, естественно, при всех ограничениях и средствах профилактики окружающих всех. Поэтому вот такая печальная новость, она на фоне общего нашего благоденствия обратила нас еще раз к тому, чтобы посмотреть, а что происходит на спредельных территориях. И мы видим, что там примерно то же самое. Вроде как нарастает количество легких форм. Оно действительно увеличивается. И действительно вроде как увеличивается даже количество и бессимптомных форм. Но количество смертей, процент вот этот вот летальных исходов, он не меняется. То есть все равно, хочешь не хочешь, а заболевание забирает с собой и уводит из жизни людей с определенными заболеваниями в определенном возрасте. И поэтому сейчас, когда мы восстанавливаем уже и говорим о том, что нам нужно переходить на плановую медицинскую помощь, нам нужно максимально уходить в здоровье, вот я думаю, что сейчас это не должно касаться все-таки лиц ослабленных. Мы плавно переходим к вам с вами к этому вопросу. Вопросы на эту тему касаются того, что я человек такой-то, такой-то, с таким-то заболеванием. Как только началась пандемия и оказание плановой госпитальной и амбулаторной помощи прекратилось, я не могу получить такие-то, такие-то процедуры, такие-то исследования, не могу, значит, получить такое-то оперативное лечение. Вот сейчас уже проработана вся эта схема и все это возвращается. Сейчас уже подготовлены приказы у нашей клинической больницы, и эта работа тихонечко будет восстанавливаться. Но я хочу обратить ваше внимание, она все равно проводится с некоторыми ограничениями. До того, как будет человек госпитализирован, он будет проверен на COVID-19 тест. То же самое будет проходить при госпитализации. При плановой амбулаторной помощи тоже будет выделено определенное время, то есть не вот когда хочу по поликлинике хожу. Наверное, это все-таки будет выделенное время. Выделенные кабинеты, и по другим кабинетам нежелательно ходить, потому что есть там и другие у нас заболевшие. И вот в таком плавном режиме спрашивают, когда. Ну, фактически, можно сказать, уже сегодня. Уже с сегодняшнего дня потихонечку это все начинает восстанавливаться. Будут восстановлены в том числе и медицинские осмотры для детей. И эти медицинские осмотры нужны, в свою очередь, для того, чтобы дети после длительного отсутствия в детских садах могли быть снова приняты в эти детские садики. Ну, кстати, я хочу сказать, что прямо вот быстро бежать в детские садики не нужно, потому что мы по-прежнему с вами на первом этапе снятия ограничений. А это значит, что работают во всех детских садах только дежурные группы. И вот прямо сейчас бросаться и всех детей отдавать в детские сады только потому, что появилась такая возможность, я думаю, нецелесообразно. И если есть возможность таковая у людей с помощью родственников или самим поддержать пока их дома, я думаю, что это будет более правильный путь. Ну, а дежурные группы, тем не менее, болеют. Болеют у нас, значит, вышли у нас в детские сады фактически дети всех возрастов с вами. И у нас на все детские сады сейчас есть три карантинные группы. Я о них уже говорила. И, слава богу, дети там не заболевают. И мы их проверяем, и тесты отрицательные. Но, тем не менее, значит, будьте, пожалуйста, внимательны. Следите за здоровьем детей. Если они заболевают и ходят у вас в детский сад, значит, сразу вызывайте врача на дом. Ну, а к самим детским садам мы тоже предъявляем достаточно строгие требования. И за этим следим. Это то, что касается вот плановой медицинской помощи. Теперь у нас возвращаемся мы к заболеваемости. И я хочу сказать, что у нас еще есть одна неприятная новость, кроме смерти нашего горожанина. У нас есть вспышка. У нас есть вспышка коронавирусной инфекции в одном из зданий завода. И если мы эту вспышку с вами разберем, то мы видим ту же самую классическую схему. То есть, когда с первыми признаками заболевания люди приходят на работу, не считая это заболеванием. Ну, либо пытаясь так вот слукавить, считают, что мы можем им поверить в то, что они считают себя не заболевшими. Еще раз. Какие это симптомы? Першение в горле. Это иногда без температуры. Это иногда легкое покашливание. Иногда бывает так, что температура поднялась на одни сутки, а иногда даже меньше, на полдня. И на следующий день температуры нет. И хорошо, если это произошло в воскресенье. Замечательно. Значит, в понедельник я уже могу идти на работу. Ну, и ничего страшного, что немножко соднит горло. Ну, и ничего страшного, что, может быть, был небольшой срыв стула. И ничего страшного, если при этом еще болит голова и немножко в груди тянет. Ничего страшного. Я взрослый, здоровый мужчина. Неужели такую ерунду я на ногах не перенесу? И вот такие несколько человек, буквально вот с двух начавшись, привели к тому, что вспышка на сегодняшний день уже захватила 28 человек. При этом огромное количество заводчан высажено под вынужденный простой сработой. Кто-то высажен на карантин. И дальше цепочка прервется только, когда мы полностью всех осмотрим. Сейчас будут обследования. Сейчас проведены мероприятия на самом заводе. Есть планы, предписания, как и что это сделать. У нас есть общее понимание. Но у нас есть и понимание того, что если эти меры не соблюдать, то ровно такие же вспышки могут быть и в других подразделениях. Вот все по классике. Так же, как у нас было в Фонде социального страхования. Так же, как у нас было в Саров бизнес-банке. Все то же самое. Ничего не меняется. Еще раз обращаюсь абсолютно ко всем. Значит, если есть первые признаки заболеваний, не нужно выходить на работу. Равно как и не нужно ходить в поликлинике. Вот с этим тоже люди думают, что ну что ж, у меня вчера была температура, сегодня у меня нет. Скорее всего, врач без температуры, значит, не приедет ко мне домой. Меня вызовут в поликлинику. Нет. Еще раз напоминаю, вот сейчас, вот в этот период, у нас действует четкая схема, что с любыми признаками вызываем врача на дом. И только так. При этом мы еще напоминаем, что и высокая температура. Ну уж это вроде каждому понятно, что с высокой температурой нужно вызвать врача на дом. Но у нас до сих пор есть случай, вот даже вот прям несколько дней назад, но температура под 40 мужчина пришел во вторую поликлинику. Я не знаю, что его сподвигло на такую прогулку, но это очень опасно. Вы поймите, что при такой высокой температуре вы и ставите не только других под удар, вы себя ставите под большой удар. Поэтому остается у нас это требование. В связи со вспышкой у нас огромное количество людей дома. Напоминаю, что они должны сидеть дома, несмотря на жару, не на водоемах, купаться и не на дачах быть. Мы это будем проверять. И меры воздействия как административные, так и внутренние дисциплинарные от работодателей могут последовать незамедлительно. Это серьезный вопрос. Нам нельзя распространять инфекцию дальше. Ну и такой очень хороший вопрос, потому что кому заболевание, у кого все хорошо и собирается в отпуск, то вопросов, конечно, очень много про отпуска. Давайте еще раз эту тему проговорим. Отпуск. Уезжаем. Если это учреждение, которое требует справку, значит, справку мы берем об эпид-окружении, об отсутствии COVID-19 или контактов с больными COVID-19. Такую справку мы берем на бесплатной основе в Центре гигиены и эпидемиологии номер 50, Духова, 18 адрес. Если учреждение, куда вы едете отдыхать, требует анализы на COVID-19, тесты проведения, тогда вы их делаете на платной основе в одной из лабораторий, которые в городе выполняют эти анализы на платной основе. Это при поездке туда. При возвращении назад. Особенно много вопросов от работников в НИЭФ, потому что в НИЭФ сейчас примет внутренний локальный документ, который это утвердит. Но я могу вам точно сказать, как написано в документах, подготовленных Роспотребнадзором. Есть два пути. Первый, по которому, скорее всего, пойдут все работодатели. Когда возвращается человек с отдыха, то он две недели, первые две недели, очень внимательно следит за своим здоровьем и выходит на работу в средствах индивидуальной защиты. Вот строго в средствах индивидуальной защиты. Для того, чтобы, если у него какие-то симптомы есть, и первые что-то он никого не заразил, если он чувствует эти симптомы, он сразу, опять же, остается дома, все то же самое вызывает врача на дом. Это при выходе на работу. Но работодателям дано право, этими же документами, разработанными Роспотребнадзором, чтобы можно было оставить людей на 14 дней дома, на изоляции после такой поездки, с тем, чтобы они не выходили на работу. Для кого она будет применяться? Это право работодателя. Каковы критерии? Критериев несколько. Первое. Возвращение с неблагополучной территории. Это может меняться вот прямо в один щелчок. Вот сегодня вы поехали в благополучный город Энск, а завтра из этого Энска мы по линии Роспотребнадзора получили данные о том, что там вспышка, там много заболеваний, много было контактов. Или поезда такие-то, такие-то, или по пути следования такие-то населенные пункты и так далее, и так далее. Вот как только это получается, все, вы попали вот в ту самую группу, для которой будет применяться 14 дней изоляции. Вот тут мы никогда не с вами не угадаем, попадем мы в такую ситуацию или нет. Поэтому это вопрос открытый, и это право работодателя. И если это прямой контакт с больным, то это обязанность наша высадить вас на изоляцию. Второе критерий, когда можно высадить на изоляцию, это какие-то очень такие работы важные очень. Например, работает группа сотрудников. Ну, я вот сейчас на ходу буду придумывать. 10 человек всего в городе владеют этой тематикой. Только эти 10 человек ведут эту работу. Вот они работают все вместе. Двое из них возвращается из отпуска. Если эти двое, один из них заболеет и всех десятерых потом из работы выведет, вся тема встала. Вот в таких случаях работодатель, любой, подчеркиваю, любой работодатель имеет право в такие группы не пускать рабочих и выдерживать любых работников, не только рабочих, научных сотрудников, любых работников, не выводить и посчитать должным, чтобы они 14 дней еще были на самоизоляции дома. Или, может быть, не дома. Или, может быть, на удаленной работе. Или, может быть, на иной работе. В данном случае это право работодателя. Поэтому делаем вывод. Вы приезжаете из отпуска, обращаетесь к своему работодателю, рассказываете, откуда вы вернулись и получаете в ответ СУ, что вам делать. На этом я сегодня заканчиваю свое выступление. Всего вам доброго, хорошего настроения и, конечно же, здоровья.